В этом видео работает практикант. Он учится и делает ошибки. Учитесь с нами, делайте сами, делайте лучше нас. Кровельный инструмент покупайте на сайте. www.mechanikaspb.ru Сегодняшнее занятие очень важное для новичков. Сегодня мы будем работать с линиями сопряжения. То есть нам нужно провести линию сопряжения между вертикальной и горизонтальными линиями. То, что у нас картина слева. Вот эту отогнутую кромку 50 мм по горизонтали, по вертикали нам нужно соединить в линии сопряжения. Внизу у нас линия отложена на линии на кромке 50 мм. Сейчас мы берем наш фальцевый прикал, прикладываем его. Подбираем линию сопряжения, которая бы соответствовала радиусу окружности. Крутим его на увеличение или на уменьшение радиуса. Вот как сейчас мы подбираем радиус, потому что на лекале можно подобрать любой радиус, который нужен, необходим для прочерчивания линии сопряжения двух линий. Горизонтальной и вертикальной. То есть внизу у нас линия прочерчена 35 мм. Сейчас мы немножко подриктовываем при помощи клещей конвертных. А сверху у нас линия прочерчена на вертикальной части. Отгибки 25 мм. То есть нам нужно соединить 25-35 мм эти линии. Работать удобно очень именно с фальцевым лекалом, которое я изобрел в прошлом году, то есть в декабре 23-го года. И сейчас оно есть в продаже на сайте механика.спб.ру Рекомендую использовать именно вот такое фальцевое лекало, потому что оно здорово облегчает. Так, установили. И для того, чтобы нам сделать линию сопряжения, мы применяем фальцевое лекало. Прикладываем его, как сейчас видно. И будем проводить линию сопряжения вертикальной и горизонтальной кромки. Прикладываем его, как сейчас видно. Линия сопряжения у нас вверху. Эта кромка у нас отчерчена 25 мм. Горизонтальная кромка у нас отчерчена 35 мм. Прикладываем и карандашом прочерчиваем линию сопряжения. Линию сопряжения мы провели. Работу новичкам. У тех, кого еще глаз не настроен на правильные линии сопряжения. Ну, единственное, я бы рекомендовал еще сверху закрепить зажимом. Потому что одной рукой неудобно проводить. Ну, вот проводим сейчас линию сопряжения внизу и продолжаем ее вверх. Ну, немножечко осталось нам тут линию сопряжения довести сверху. Проводить линии пальцевым лекалом удобно. Задача эта сложная, как я говорил. То есть нам нужно провести линию сопряжения, то есть соединить три точки. Нам нужно соединить три точки. В данном случае мы завершили нашу работу. Линия сопряжения у нас прочерчена при помощи карандаша. И теперь наша задача сейчас освободиться от клямеры. И при помощи ножниц радиусных мы сейчас сделаем необходимую подрезку. Начинаем это с горизонтальной отгибки, вертикальной. Ножницами работать нужно учиться обязательно радиусными. Здесь небольшая проблема в том, что они режут хорошо круг, полукруг. А вот прямые линии нужно резать по 5 мм, по 4 мм. Так мы внизу отрезали. И теперь нам нужно продолжить наш рез уже на вертикальной отгибке. Мы берем ножницы радиусные левые, так как у нас... Почему левые? Потому что у нас кромка отгибается налево. Поэтому мы сейчас используем ножницы левые, радиусные левые ножницы. Вот таким образом мы подрезаем ромку. И вот у нас готовая линия сопряжения. Онлайн-курсы фальцевой кровли для новичков. Пробуй, тренируйся, все получится. Привет, на связи Михаил. Сегодня я расскажу вам о нашем интернет-магазине номер один. Мы продаем весь кровельный инструмент и станки для профессионалов. Доставка в срок, наличный и безналичный расчет, а также всегда низкие цены от производителей. Мы подберем для вас весь кровельный инструмент и станки по вашей заявке. Загласуем все нюансы и быстро отправим на ваш адрес. Точно и в срок. Поступление нового инструмента и станков, техническая литература, доброжелательный персонал всегда подскажет, проконсультирует по любому вопросу. Заходите к нам на сайт, выбирайте и покупайте лучший кровельный инструмент и станки для профи по самым низким ценам.